Участники лагеря едва успевают проснуться, как их день уже расписан по часам. Вот сегодня тренировка по настольному теннису, потом консультация от команды общественного движения «Антидилер», а после полудня встречи со спортсменами, представителями власти, знакомство с фото-выставкой и презентация книги «Выжил», написанной одним из руководителей лагеря Андреем Борисовым. Родители тоже приезжают сюда, потому что родители должны видеть, как мы здесь проводим время, и мы должны видеть родителей, что они от нас тоже насыщаются, потому что они видят нас, как мы выздоравливаем, какие мы и снутри, и снаружи встали через какое-то определенное время. Я принял решение, что я буду оставаться при организации и помогать организации. Особенность антинаркотического лагеря совершенно в новом подходе к восстановлению в социальной среде. Именно это отличает его от сотни других реабилитационных центров. Мы делаем профильные проекты ресоциализации, где человек после прохождения курса реабилитации может туда попасть и обрести какой-то рабочий навык. Достаточно инновационный проект, который помогает ребятам не просто бросить наркотик, а именно уже найти себя в жизни для своей реализации. Организаторы лагеря заявляют, что приезжают в Сочи не в последний раз. Курорт располагает всеми ресурсами для восстановления здоровья молодых. В городе уже существует филиал благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи», который развивается с каждым годом, привлекая различные социальные и производственные структуры. В городе Сочи есть очень хороший климат, который вообще способствует ребятам для выздоровления. Мы организовали там группу под названием «Кормилиц». У нас есть проект, где ребята проходят обучение и становятся поварами третьего и четвертого разряда с дальнейшим трудоустройством. Ежегодно содержание программы меняется. Приглашаются новые представители, совершенствуется подход к решению проблем. По словам руководителей лагеря, все это для того, чтобы мотивировать участников к полноценному образу жизни. Дина Отман, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.